Малочисленность участников церемонии можно списать за грехи организации. Вероятно, воскресенье не лучший день для подобных мероприятий. Зато на открытие памятника пришли истинные ценители истории гордой творчества Леонида Добычина. Памятник писателю по праву называют народным, потому что создавался он на народные деньги. Они приходили из разных городов Латвии, России и даже Канады. В раскрытую книгу по замыслу эскизам членов исторического клуба и художника Петра Худобченко черный гранит превратил Ян Кейзик, а надписи выполнил гравер Сергей Козлов. Благодаря простым горожанам, подвижникам в душе, память о наших знаменитых земляках не канула в лету. И по сей день мы воздаем им должное. Произведение и писатель живы до тех пор, пока о нем говорят, пока его читают, пока думают о том, о чем думал автор. И вот мне сегодня особенно приятно говорить о том, что все, что сейчас происходит, поставлено на народные деньги, народная инициатива. И за этим памятником, вот я очень хочу это сказать, 10 лет ухаживает железнодорожный колледж во главе с Ниной Смулько. Это так замечательно, что люди, которые как будто бы далеки от литературы, на самом деле очень интересуются великими людьми, которые живут в нашем городе. Память достойных земляков, предков не угасла, что поддерживается. Помнят о людях, внесших, ну хоть даже незначительный вклад в историю города, но здесь-то огромный вклад. Леонид Добычин родился в Лудзе в семье уездного врача. Мальчику было два года, когда отца перевели на службу в Двинск. В 1902 году он умер похоронен на православном кладбище. Леонид закончил Двинское реальное училище, потом Петроградский политехнический институт. Но делом его жизни стала литература. Жил и работал сначала в Брянске, потом в Ленинграде. Он написал четыре книги, но лишь одна, последняя, прижизненная, прославила Двинск. Это роман «Город Н». В 1936 году Добычин подвергся астракизму, обвинениям в формализме и натурализме. Он не писал о мировой революции и достижениях советской власти. Его интересовали судьбы обычных людей, их неустроенный быт, маленькие радости и неурядицы. Но не об этом должен был думать и писать советский писатель. Обличители от литературы называли его не иначе, как «наш ленинградский грех». Не выдержав травли и преследований, Добычин покончил с собой. Известность пришла к нему спустя десятилетия. Произведение Добычина «Город Н» – это один из важных документов, который дополняет сухие строки истории, статистики, цифры. А здесь живое образное мышление, живое представление о городе глазами человека своего времени. Мы слышим эту удивительную речь, которая соответствует началу XX века. Мы видим людей, которых он описывает. И это очень важно для нас, современников, чтобы понять, какой же была жизнь с ее жизненными коллизиями, событиями. Именно для человека, а не для большой истории. Свыше 20 лет до углубился проходят добычинские чтения. И с годами интерес к ним не ослабевает. Субтитры создавал DimaTorzok